Рисование рук это тайная магия, которая подвластна только самым крутанским крутанам. А если вы не крутан, то ваш удел прятать руки в карманы или за спину персонажа. Но неужели нет никакой панацеи? Должно же быть решение. Давайте разбираться. Всем привет, в эфире Смирнов Скулл и сегодня мы поучимся рисовать руки. Ну и первым делом разберемся, почему с ними такая проблема. Вообще-то ответ лежит на поверхности. Руки это очень сложная форма, в них куча связок, костей и сухожилий. Например, в кисти руки костей 27. Для сравнения в предплечье их 2, а в плече всего 3. Как тут не запутаться? Конечно, сложно. Можно, конечно, представить кисти рук как систему простых геометрических тел. Шаров, цилиндров, кубов и так далее. А потом добавить округлости и вроде все уже попроще, но на практике нифига не так. Ну и многие начинающие художники начинают рисовать руки, не вдаваясь в подробности конструкции. Да и действительно, чего мы рук, что ли, никогда не видели? Вон они каждый день из нас растут. Но вообще-то, как это часто бывает, одного визуального опыта для того, чтобы классно нарисовать, мало. Но нужно подойти к вопросу аналитически. Поэтому подберите референсы. Например, это могут быть фото или 3d модели. Ну а самый лучший, это, конечно, ваши собственные руки. Когда вы приступаете непосредственно к рисованию, важно держать в голове 2 правила. Первое. Сложную форму важно разбить на более простые. И второе. Начните с того, чтобы у вас были правильные пропорции передаваемого объекта. Учитывая эти советы, мы с вами нарисуем руки, отталкиваясь от простых геометрических тел. А потом добавим округлости, чтобы это выглядело действительно как руки, а не какая-нибудь робототехника. Начнем с ладони. По форме она напоминает выпуклую квадратную коробку. Посмотрите на свою ладонь. Та сторона, где находится мизинец короче противоположный. Значит, верхнюю часть ладони нужно немного изогнуть, чтобы пальцы располагались по дуге. Между ладонью и предплечьем есть важный связующий элемент – запястье. Это еще одна прямоугольная коробка, которая прилегает к ладони под углом. Наклон запястья придает жестам пластики и выразительности. Вернемся к верхней части ладони, где берут начало все пальцы, кроме большого. Сделаем 4 отметки на равном расстоянии друг от друга. Про большой палец мы не забыли. Мы нарисуем его прямо сейчас. Он находится на боковой стороне нашей коробки ладони. Обратите внимание, что большой палец противопоставлен остальным. Он смотрит в другую сторону. Основание большого пальца – треугольная коробка. Если брать за основу более плавные органические формы, то основание пальца будет напоминать куриную ножку. Внутри нее – пясная кость – сустав, который образует характерный уголок. К суставу крепится цилиндр – фаланга большого пальца. Дальше кончик пальца, который по форме похож на усеченную пирамиду, чуть изогнутую со стороны ногтя. Теперь пришло время остальных четырех пальцев. Сначала наметим рукавичку – упрощенный силуэт всех четырех пальцев. Если вы рисуете более сложную позу, можно сгруппировать пальцы, которые находятся ближе друг к другу. Внутри рукавички нам понадобятся линии и точки, обозначающие фаланги и костяшки. Следующий этап – нарисовать пальцы в объеме. Каждую фалангу можно представить как цилиндр или прямоугольный брусок. Второй вариант удобнее, если вы планируете передать в рисунке светотень. Обратите внимание, у основания пальцы немного толще, чем на кончике. Есть еще один нюанс. Если вы обратите внимание на тыльную сторону ладони, то вы увидите, что сустав находится чуть ниже основания пальца. Это важно учитывать при рисунке. А что с пропорциями? Во всех пальцев, кроме большого, 12 сегментов. По три фаланги и пясная кость. Чем ближе фаланга расположена к ладони, тем она длиннее. Сами пальцы тоже отличаются по размеру. Мизинец – самый маленький, средний – самый длинный, указательный палец длиннее безымянного либо такой же. Исходные точки пальцев различаются, поэтому суставы не выстраиваются в прямую линию, а располагаются по дуге. Если растопырить пальцы, они разойдутся веером, а не параллельно друг другу. Внимательно изучите референсы, чтобы правильно передавать пластику и пропорции рук. Начните с каких-то простых положений и постепенно усложняйте, придавая жестам рук все большую выразительность. Кстати, если хотите отдельный ролик про динамику рук, их расположение в ракурсе и перспективе, то напишите об этом в комментариях, чтобы мы об этом узнали и сняли его для вас. Следующий шаг – проработаем округлые формы. На этой схеме художник Том Ричмонд отметил, где на внутренней стороне руки находятся подушечки. Самые заметные округлости, образованные мышцами или жиром. Ближе к запястью расположены две такие подушечки. Большая, как мы уже говорили, по форме напоминает куриную ножку. Маленькая находится со стороны мизинца и похожа на каплю. Третья выпуклость – на верхней части ладони, рядом с основанием четырех пальцев. Помните, что центр ладони при этом самое тонкое место. Ладонь может изгибаться, как чаша, и выпуклости тогда будут ее краями. Внешняя сторона ладони не плоская. Сквозь нее проступают суставы, а в некоторых ракурсах заметна выпуклая мышца рядом с основанием большого пальца. Есть одна небольшая хитрость, которая придаст вашей картинке выразительности. Внешняя сторона пальца образуется прямыми линиями, а внутренняя – выпуклыми. Это, кстати, касается не только пальцев, но и изображения любых конечностей. На костяшках фаланг складки появляются, когда палец выпрямлен, а в согнутом состоянии видно очертание сустава. А чтобы сгибание пальцев не вызывало затруднений, матушка природа сделала кожу в местах сгиба более тонкой. Поэтому с возрастом на руках появляется много морщин. Рисунок почти закончен. Остались только ногти. Здесь важно помнить, что ногтевые пластины не плоские. Они также изогнуты и повторяют форму пальца. Длинные ногти отрастают не по прямой, а слегка загибаются вниз. Дальше дело практики. С каждым скетчем ваши наброски рук будут становиться все лучше и лучше. И когда-нибудь вам не придется оправдываться, что ваши руки скушали ламы. Руки передают массу информации. Вспомним вещь из семейки Адамс. Это просто живая рука. Но она отлично работает как персонаж с уникальным характером. Все это благодаря жестам, которые отражают настрой и повадки данного персонажа. Кстати, у нас на канале есть ролик по эстетике Уэнсдэй. Его можно посмотреть вот здесь. А теперь бонус. Мы были бы немы, если бы не предложили вам какое-нибудь вспомогательное колдунство. Встречайте. HandyArt Reference Tool от Believe Engine. На сайте есть набор жестов, которые можно использовать в качестве референсов. Очень удобно, если нет времени искать подходящие фото. На этом наш ролик подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, освоили ли вы магию рисования рук и через какие трудности вы для этого прошли. Ну а если вы хотите собственными руками рисовать ярких и узнаваемых героев, то приходите на наш курс «Основы создания персонажа». При поддержке опытного преподавателя вы научитесь работать с дизайном и формами, светотенью и цветом, ракурсами и перспективой. Ссылка на курс в описании под видео. Ну а с вами была команда Смирнов Скул. Увидимся в топах Hardstation.